Всем привет! Начинаем новый влог с вами. Тёбрис. Ну что, я уже стираю, только пришла устала. У меня вот среча полно, убираться очень надо. Это кошечка такая, кошечка такая, кошечка такая, кошечка такая. Ну всё, ладно. Дел полно, вам точнее нужно перебирать аптечку. Я уже боюсь её перебирать, потому что как только я её переберу, мы как-то всё заболеваем, всё что-то. Ну, я надеюсь, что у нас будет всё, так как мы недавно уже болели ОРВИ, и не заболеем. Сейчас буду варить сосиски. Вот. Пюре-пюре я уже сделала. Кабачки ещё. Я думаю, вот кабачки жарить или нет. Думаю, ну, хватит ли у меня силы, или не хватит. Что ты мне смотришь? Это поглядим. Главное поставить сосиски повариться, чтобы муж поужинал с пюре там. Вот. И аптечками заниматься, потому что постоянно откладываю на потом. Налила я себе чай. Вот. Обычный краснодарский чай мне нравится. Что по поводу мёда. Я его пробовала, всё мне понравилось. Он очень вкусный. Он, знаете, как взбитый. Этот взбитый, этот взбитый. Вот. Вчера дома в блог вот я выложила, что вам и в предыдущем. Дома вчера я сидела и ела. И всё равно у меня перекрывает дыхание. Ну, я не знаю. В общем, не получается у меня есть меда. Потом я и крыкаю постоянно, что у меня какое-то заболевание. Я не знаю, астма или что. Какой-то получается астматический какой-то синдром. Ну, вот. Мёд есть не получается. Я прям расстраиваюсь. Ну, в детстве я ела мёд. В детстве я брала ложку, чай, говорит, в ток доложила. Я не знаю. Очень вкусно же, потому и взяли. Но придётся мужу доедать. Обидно, конечно. Он прям перекрывает. Всё, прям я начинаю рычать. Прям бегу как окно. И всё. Не судьба. Ну что, начинаем процедуры. Волосы сейчас я намажу вот этим маслом. Это масло с Египта. Я уж не знаю, ну, где ещё выпускаю. Другие, да, в странах. У меня вот именно с Египта я его пытаюсь закончить. У себя в запасах нашла такое мыло-маска. Голубой лентарь, привезённое с Калининграда. Совсем я вот запасы-запасы забываю. И вот вспомнила. Я буду мыть им лицо. В общем, буду мыть им лицо. И всё. Видите, Калининград делает. Тем более она до июня. Надо пользоваться. Пока вот думаю, куда его ложить. Ну, в смысле, нужно такая же. Вот эта штучка. А у меня другой нет. Ну, и тело, получается, намажу. Вот эти здесь совсем чуть-чуть осталось у меня. Совсем чуть-чуть осталось. Я не знаю, на что мне хватит. Вот это. На сиськи, если только. У себя тоже в запасах нашла вот такое масло от Эйвана. Ну, я не знаю, почему я не очень доверяю как-то Эйвену. Они пишут, что с маслом осаи. Что за осаи? Откуда? Не знаю. Ну, в общем, видите, многое. Даже уже вот это волосы мазала. Потому что надо заканчивать его. Вот он, этот хлебный шампунь. От фирмы Тамба. Тамбуканская грязь. Потому что есть Тамбуканское озеро в районе Пятигорска. Вот этих синтуков минеральных вод. Вот она. Это я открыла. То есть, еще он новый. Я вот буду им пользоваться. Я про него тоже забыла. С оливками. Он выглядит вот так. Так что оливки я очень люблю. А это... Как она? Клюква. Это клюква. Там должно попадаться где-то. Она от горячего сварилась. И, по традиции, обзор покупок. Такая шоколадка. К тому же, одна вывалилась, походу, у меня в машину. Надо идти. Я себе с грецким арестом взяла. Пикник. Так, это магнит. С магнитом. Туалетная бумага. Выбор не особо был. Пришлось брать то, что было. А, все, ясно. Вот она, вторая. Вот она, вторая. Лимонной кислоты взяли. Все почистить чайник. Пришли. Чайник. Стрельную машину. Кофеварку. Кошка. Так, для супа. Какие печенья нужно было. Попробую от бегемоти. Бон. Детское печенье. Обогащенное кальцием. Первый раз беру. Так. Это морковка. Картошка. Еще это харьков. Ну, то есть животное. Вот он сидит. Увидел и облизывает. Все видели. Дальше фикс прайс. Я за вот этими салфетками нахожу. Видите? Шесть штук. Брюк. Вот третье. Четвертые. Торец салфеток много не бывает. Пятые. И шестые. По сиськи прямо ударила. Вот. Галкон. Пакеты для замораживания с завязками. Биоразлагаемые. Биоразлагаемые. Снежинка здесь вот такая. Взяла просто попробовать в качестве одноразовых. Ну, вот. Господи. Пакетисты, как и все. Также взяла попробовать губки для посуды целлюлозной с сунсоем. Не знаю. В фикс прайсе ни разу не брала. Обычно было такое магнити. Потом эрнгурт. Пудинг ванильный. и пакеты с завязками я очень люблю. Все, по-моему. Это у нас фикс прайс. Фикс прайс. Общая сумма 301 рубль. Что мы тут стоим? Так, это мы взяли на лампу. Это надо потом покажу. Так, здесь зелень. Слезть нельзя на стол лазить. Ну, зелень, в общем. Редиска. Укроп. Кинза. И хочу сварить зеленый борщ. Здесь шавель. Да. Так. Смотрим. Нам под интерьер вообще подходит пипец как. Вот такая. Уже ее подключать. Я сварила зеленый борщик. Вот из шавеля, который покупала. На говяжьем бульоне расковыряла кости. Вообще, говядину, конечно, мы не часто покупаем. Точнее, редко. Но пришлось купить, так как у меня с гемоглобином проблемы. Уже это железо и пью, и пью, и... И вот мясо сказали пушу желательно. Пушу желательно говядину. Так что такой вкусный получился. Мой зеленый борщик. Буду кушать. На завтрак я ела что-то вот это творог. Я смешиваю со сметаной. Здесь два банана, чуть-чуть сахара и, блин, ягоды, которые я забыла, постоянно забыла название этих ягод. я не помню. Такая бурдень получается, но зато вкусно. Что тут у меня передали мне презенты? да, черный шоколад есть, конечно, тяжело. Уважает. идут такие сосики. Все тонкие, но очень люблю. Больше замазки не нравится. тоже на такие медь. Время не очень удобно смотреть, тоже не люблю. Мне нужно, хотя бы топочки были. Кипец. Не вылазила, пришлось коробку растерачить. Первый раз такой шоколадный. Ты хочешь, чтобы я тебя поснимала? Не, не знаю, конечно. Какой шоколадный. Попробуем. Тогда 90% или сейчас 72%. Мне кажется, он ничем не отвечает. М-м-м. Чего вырос? заряженный рисунок коробка такая куча куча всякий брошюр вот я оставляю себе естественно антипсихотики психиатрические препараты антидепрессанты и брошюры психостимуляторы и противотревожные препараты вроде все достала потом диск маркетинг безумие мы все на своем уме давно лежит для нами распечатаны вот и маркетинг безумие руководство для учителя вот она может быть раздать студентам школьникам сейчас я не работаю психологом школе а соответственно в институте я тем более не работаю но я в институте не возьму и дальше учиться вот а так конечно можно было раздать ведь и много на квартире хранить куда это мне пришло с америки так в общем животных я на лоджию сижу на улице туман весь день туман как вообще такое может быть как вообще такое может быть вот это скопейки молодому здесь пашкам пашкам хочу сказать почему домой не идут потому что я побрызгала антифлофосом что-то я устала туда-сюда пока ходила холодно так еще нас гости пригласили сегодня так что надо как-то заходить домой проветривать квартиру сейчас сопли потекли вот такая вот фигня девочки не знаешь как теперь выводить блох завелись у нас блохи в том году было и в этом году опять все зла не хватает не могу не могу листочки листочки красота какая это это у нас здание магазина вершины вот это он батарея садится иду домой заряжать телефон проветривать квартиру сейчас дубак будет замотать полотенцем мне тоже адтифлофосом побрызгала а даже этот не чайник ничего не убрала ну вообще не знаю еще у меня там стиралка стиралась о господи все я побежала домой хотя прошел всего часа минимум два часа надо было чтоб постояла ну ладно ну что все домой зашла окна открыла все равно воняет конечно в комнате особенно те же отопления все было в зоо аптека так в гости идем я купила шоколадку Казахстан местная моя казахстанская шоколадка и ребенку купила тиндер шоколад вот такой вот значит животные так брюса витамины ну брюсу максу но все таки это больше брюсу не вижу где-то написано что-то для шерсти у нее красиво в общем вот такие уже помогали ой помогали покупали витамины значит вот такой вот ошейник вот она мне отговаривала его покупать она сюда кинула лекарство это нахолку да это барс это хорьку против блох клещей а вот этот фибрист спот он это коту я взяла это коту но это пускай нужно делает далее не знаю что вот энтомозан стяжение блох одна ампула разводить надо его на второй еще взять иди отсюда иди отсюда ты куда лезешь невыносимую я скоро не выдержу просто его выпру нахрен вот лезет и лезет на стол так я пришла он там цветы все завалил в этой на лоджию все цветы расхерачил там полностью тут ампулу это разводитель но я разведу и полы помою я не знаю значит это а вот набор детошейник фипронил энтерфенпрокс 3-проксифен длина 40 см вот здесь ошейник инструкция инструкция нокдаун эффект пипец сидят дома вот специально никуда не носила их кушать наверное кушать то у него на лоджии там у него еды нет специально никуда мы их не водили мы их любили раньше выгуливать хорька все двора на улице бежит на этого хорька кто это кто это вот в этом году на крене ходили все сказала завязываем больше этим заниматься не будем все равно все равно появились блохи опять опять 25 значит она сказала что через начало вот этот нанести потом два дня пройдет шейник нужно надеть все равно все равно либо через дверь либо мы сами приносили через как ее зовут через ну обувь одежду вот пожалуйста 600 рублей нормально нормально чё так охренна совсем нормально так я зашла в копейкингом так станки два станка взяла в принципе вот эти мне нравятся устраивают у меня потом то же самое на машинку взяла это пострела ну так думаю посмотрим может этот блок поможет антинакипин взяла еще чайник потом мелок от бытовых насекомых я увидела просто здесь тоже блохи и тоже взяла а там уж как она поможет нет дальше такой набор зубная паста щетка возьми с собой в дорогу от сплат мне правда не нравится что отбеливание здесь набор взяла маску взяла алое не знаю то что китай у нас попробовать она тканная видимо кто делает там корея корейская маска с экстрактом алое так так мыла ванную комнату ауру взяла с собой веру тоже без пярного мыла без него я жить не могу на то у вас есть поначалу тоже тяжело привыкала к этому аромату а потом я без него не могу смотрите что я взяла золушка гельная посуда 40 рублей стоит не знаю та или не та золушка именно с подорожником там еще с облепихой был в общем лежала я в больнице инфекционной да вот и девчонки пошли купили в ближайшем магазине возле больницы чистящие средства вот от золушки короче такой запах на трав я так охренела мне так понравилось короче я купить просто не встать поэтому я его везде искала вот нашла там и золота и полно в итоге вон даже от золушки у меня накипи короче я в шоке мне так понравился именно запах трав мужу взяла новый шампунь клеер взяла с травами вот с экстрактом растений написано не знаю не мухала еще ну да пахнет ну травками хороший такой нам нравится ему нравится самое главное у него закончился синий вот такой хотела хендер шолдер взять не что-то думаю возьму проверенный пока так ну что у нас получилась тоже такая же сумма что семьдесят вместе с этим как его ветеринарным покупками получается что ну такая вот фигня настроение нет я ненавижу давно это извините заражение они меня тоже покусывают немножко живут меня тоже просыпаюсь думаю чешусь может быть а комар летает наверное не знаю а комар это брюс идем я тебе дам этот витамин это не комар а комар это блохи бухну котик даже не чухает что-то срать сел что ли вот вот как у нас тут все это получается вот это я нашла в кладовке это полын повесила полын что делать то светильник немножко криво повесили ну ладно так вот видите все в песке ну да в этом завалил он святым я их уже подняла просто туман туман ни хрена ничего не видать так что мне ничего вам не показать целый день туман ладно в общем все не по плану мы едем на ужин в гости так что вроде кушать готовить не надо всем пока-пока кстати напишите мне пожалуйста кто знает как выводить блох с квартиры я буду очень признательна пожалуйста напишите не хотите писать на ютюбе в комментариях напишите мне в контакте потому что я заметила что многим есть жадность на комментарии они думают что если они выпишут свой комментарий то я разбогатею но к сожалению это не так увы ах все пока-пока